Музыка Знаете, мы этой конференции открываем большие ворота нашим казахстанским и среднеазиатским музыкантам и музыкантам, представляющим вообще евразийскую культуру. Мы открываем большие ворота на международные крупные музыкальные площадки. Именно в этом цели. Люди, которые приехали, они представляют для себя большие величины с точки зрения шоу-бизнеса музыкального. Поэтому любое знакомство любого нашего музыканта с этими профессионалами, оно будет сулить, собственно говоря, достаточно большие перспективы. Диалог состоялся, это очень важно, потому что на самом деле по той атмосфере, которая сейчас присутствует, люди все, начинают спикеры и те, кто пришел послушать, было взаимопонимание. Некий такой просвет появился, потому что уже очень сильно заинтересовалась кыргийская сторона на эту тему, потому что мы же говорим о хабе, как о предприятии, которое будет кочевать по главным городам Центральной Азии. Несомненно, ресурс оказался очень нужным, самое главное, вовремя. По прогнозам, по настроению, очень-очень все оптимистично. Очень полезна была конференция, очень актуальные темы обсуждались. Спикеры говорили и освещали вопросы гораздо шире. Видимо, в силу того, что вот то непосредственное общение, которое уже начало происходить, видимо, по этой причине было желание рассказать что-то большее. Мы все участники, видим большой танцал этого мероприятия, который должен, на самом деле, родить, уже обсуждаются просто какие-то совместные, интересные проекты. Все вместе, руки приготовлены за мной, автораем! Руки все вместе подняли! Все подняли! Мы пригласили сюда настоящих директоров фестивалей, настоящих директоров шокист-фестивалей, которые приехали сюда, чтобы посмотреть группы живьем на месте. Потому что вывести группы на какие-то другие фестивали бывает очень трудно, а привезти сюда и показать группу музыкантов – это проще. Я буду сегодня проводить лекцию о том, как себя вести, что делать, чтобы выйти на мировой рынок, какие нужны для этого предпосылки, какие материалы, какое-что, как себя вести. И, в общем, это должно помочь. Было страшно интересно, потому что, например, делегат из Марокко уже хочет видеть казахских музыкантов и казахские группы на фестивалях в Африке. Аналогичное предложение уже прозвучало из Словении, уже прозвучало из Польши. И я думаю, что это очень вдохновляющий момент, это реальная возможность, что рынок задвигается, рынок начнет работать. Я думаю, если будет взаимообогащение культурой, взаимопроникновение культур, то это, конечно, сделает свое дело. Потому что на сегодняшний день невозможно знать только свою культуру и ограничиваться этим. То, что в Казахстане начинается вот такое вот новое движение, именно коллаборации, скажем так, знакомства с разными людьми, с мировым именем, это, естественно, очень хорошая, большая возможность для того, чтобы музыканты выходили на мировой такой уровень большой. Подобные формы показывают, что на самом-то деле в музыке огромное количество в мире, и она очень разная. Все многообразие национальных культур может быть представлено вот в общем-то и в таких жанрах. Я думаю, вот в том числе вот подобные мероприятия могут показать в том числе иероартистам нашим, что смотрите, как можно работать с национальным материалом в том числе. Обычно на таких мероприятиях мало людей, но сегодня собралось достаточно много, и это большой плюс. Мне понравились презентации, такие профессионалы делились своим опытом. Это было полезно для всех. Обычно все конференции скучные и похожие, но представленные здесь спикеры делились своим опытом, и это было интересно. Ведь главная цель конференции – создать площадку для нетворкинга, обмена не только связями, но и опытом. Хотелось бы отметить качество того, как все организовано. Я понимаю, что первый раз всегда волнительно, сложно, но ваша команда справляется очень хорошо. Я думаю, что возможно сотрудничать с коллегами из всех уголков мира и организовать путешествующий фестиваль. Давайте продумаем план на ближайшие пять лет. Когда мы начинали фестиваль The Spirit of Tengri семь лет назад, нашей идеей было развитие и распространение культуры кочевников в Центральной Азии. А в итоге, при сотрудничестве с музыкантами из разных стран, в этом проявился дух всемирной традиционной этнической культуры. Поэтому миссия Eurasia Music Hub в том, чтобы рождался новый интересный совместный контент с музыкантами разных стран. Давайте вместе создавать будущее конференции. Мы готовы раскрыть двери для вашей работы в Казахстане и Центральной Азии. Мы открыты к тому, чтобы вы привозили своих музыкантов к нам, и будем рады приглашению наших музыкантов на ваш фестиваль. Уже сейчас мы можем предложить наш опыт в сфере налаживания работы с государственными органами, а также оказать поддержку нашим коллегам из Кыргызстана и Узбекистана. В целом мероприятие просто фантастическое. Спасибо за организацию, очень захватывающе. Я в восторге от всего. Я увидела пять групп и приятно удивилась, потому что не ожидала на представлении такого мощного рока. Одна группа была более традиционной, остальные как рок-звезды. Я в восторге. Организаторы постарались и собрали в одном месте очень разнообразную музыку. Мне понравилось, что зрители поддерживали и смотрели эти группы. Я думал, что дух рока остался далеко в прошлом, но на выступлениях после конференции я понял, что он ожил. Было очень интересно. Я насладилась вечером, потому что смогла увидеть много музыкальных инструментов и национальных костюмов. В зале царила такая фестивальная обстановка. Спасибо большое организаторам конференции. Все получилось. Все получилось, как задумали. Все приехали, все смотрят, все довольны. Есть группы, которых уже выбрали. И это, в общем-то, то, ради чего все это было сделано. Редактор субтитров А.Семкин